24 октября ветерану войны и труда Емельяновой Анастасии Еремеевне исполнилось 85 лет. С этой знаменательной датой юбиляршу приехали поздравить председатель Вяземского женсовета Надежда Алексеевна Король и ее заместитель Елена Ивановна Смирнова. Цветы, подарки, добрые слова растрогали Анастасию Еремеевну. Жизнь она прожила непростую. Горестей и трудовых будней в ней было гораздо больше, чем праздников. Во время войны она, как и многие ее сверстники, трудилась на восстановительных работах. Восстанавливали железные дороги и коммуникации. Тяжелый, изнурительный физический труд. Голод, холод, нередкие бомбежки. Еще Смоленска немец был на окраине, а мы уже в сортировке стояли. У Орша нас бомбили, и у Минска, Бориса. Мы же по этой дороге и шли все. У нас была военная дисциплина. Стройся, рассчитайся утром. И до темна работали. После войны трудностей тоже хватало. Появилась семья. Вышла замуж вот. И пошли дети. Дети росли дружными и трудолюбивыми. Но скорби и болезни не обошли ее дом стороной. В 1988 году схоронила мужа. А в 1999 трагически погиб внук Сережа. Затем еще один удар. Умер младший сын Александр. А весной 2009 года ушел из жизни старший сын Владимир. Горе не сломил Анастасию Еремеевну. Лишь голова стала совсем седая. Всю свою любовь она отдает своим внукам и правнукам. У нее прекрасные взаимоотношения со всеми невестками. Три невестки у меня. Все хорошие. Все. Мам, с днем рождения тебе. Счастья тебе, здоровья. Живи долго до 100 лет. Ой, спасибо. Пережив военное лихолетие, Анастасия Еремеевна очень болезненно воспринимает беспамятные рассуждения некоторых молодых людей о войне. А то так сейчас и сыпь на медали уже одевать. А зачем мы победили? Может, какой-нибудь вот так им что-нибудь наговорить? Лучше бы мы были под германцами. Господи, я говорю, это вы еще не знали их. Вот так вот. Глядя на Анастасию Еремеевну, не перестаешь удивляться, сколько душевной крепости и доброты в этой женщине. Пожелаем же ей здоровья, долголетия, любви и понимания близких, дорогих ее сердцу людей.